Всем привет! В школу виртуоза я попал наполовину случайно. С одной стороны, просто было достаточно много свободного времени, это был 2012 год. И думал, чем бы себя еще занять, помимо основной деятельности, которая тогда немного времени занимала. И просто крайне мутно слышал про школу виртуоза. Думал, почему бы не попробовать, потому что виртуоза была первой частной школой в городе Новосибирске. До виртуозов еще такого не было, и я сам не очень представлял, как это все устроено. Но когда я пришел, оказалось, что директор школы, моя давняя знакомая, это еще облегчило процесс. И, собственно, начал преподавать, так и втянулся. Хотя когда отдавал себе зарок, что никогда не буду преподавать, но правда, когда отдавал себе такой зарок, я ввел в виду, конечно же, государственное музыкальное обучение. А у нас в школе все по-другому. Мне понравилось, вот и с 2012 года, посчитайте, сколько лет я уже здесь. Музыку меня привела мама, за что ей огромное спасибо. Когда мне было 5 лет, она меня повела в музыкальное училище в моем родном городе, не в Новосибирске. И привела на прослушание, я даже не знал, куда мы идем. Мы пришли куда-то, в какое-то здание, меня попросили спеть песенку, я спел, и все, меня приняли. Но на самом деле, его величество, случай мне очень помог, потому что мама планировала отдать меня на баян. И ошиблась дверью. Слава тебе, Господи, что она это сделала, что она ошиблась дверью. Ну, кроме того, на баян в 5 лет меня не взяли. И в итоге вот я попал на фортепиано, и вот с тех пор все это завертелось. И спорить тут не о чем. Давным-давно доказано учеными, нейробиологами, психологами, врачами, кем только не доказано, что занятие музыкой развивает абсолютно всех людей. Даже если вы не планируете стать музыкантом, профессиональным, да, то занятие музыкой обязательно сделает вас лучше, чем вы были до них. Это и задействование обеих полушадий мозга сразу, это и мелкая моторика, это тренируются не только пальцы, не только слух, но и очень сильно тренируются мозги, голова, соображалка, смекалка, все-все-все на свете. Поэтому тут даже двух дней не будет, не может. Заниматься музыкой полезно абсолютно всем, и детям, и взрослым, независимо от возраста. Мои ученики очень разные, как и все люди. У каждого своя индивидуальность, у каждого свои особенности. Возможно, их всех обитняет то, что они очень любят музицировать не в традиционном плане, да, вот есть такой миф о музыкальных школах, что Молтанбах, Бетховен, Моцарт и все, и больше ничего нет. Нет, мои ученики в основном любят музыку в самую разную, самых разных жанров, стиле, направлении, эпох, и они пробуют все с моей помощью, с моей поддержкой. Мы играем очень разную музыку, получаем удовольствие. Это самое главное. Если вы не получаете удовольствие от процесса, то он вам пользы не принесет. Пожалуй, так же сильно, как музыку, я люблю кино. Очень сильно, причем самое разное. И авторское, и какое-то попсовое, кассовое. То есть отдельные фильмы очень нравятся, и зарубежные, и российские. То есть очень много фильмов, которые в меня проникают глубоко, и я их пересматриваю. Ну и вообще любое красивое искусство, когда люди делают, творят что-то красивое, что-то интересное, что-то необычное. Это всегда интересно. Это сделано профессионально, это сделано с душой, и все это не может не вызывать отклик. Люблю всех, но кошки. Точнее даже копы. Ночью. Конечно же, мне много друзей, но о чем? Этот выбор некорректен и невозможно выбрать. Без классики не было бы джаза, без джаза не было бы современной музыки. Ну, в общем, это вещи неразделимые, неотделимые. Я просто люблю музыку. Опять же, Ома. Виванте мне импонирует, потому что он мой тезка. Как можно не любить моего тезку-музыканта? Ну, а Григорий Лепс – прекрасный певец, исполнитель, музыкант, тоже человек со вкусом. Опять же, за что его не любить?